Скажем, дядя Коля, спасибо! Спасибо! Друзья, всем привет! Пригнав очередной автомобиль с Европы, раньше было как? Я пригнал машину, поставил у себя ее на парковке, сажив свою машину и вау! Вот оно, вот оно родное! Везде все удобно, везде руль, кнопочки, все классно. Сейчас такого ощущения нет, потому что та машина, она тоже была удобная, комфортная. Часто спрашивают, а на что бы я поменял Вольво? Вот на эту машину Вольво можно было бы и поменять. А что это за машина? А давайте посмотрим. Кто-то еще сидит за праздничным пасхальным столом, кто-то уже находится в аэропорту, и у нас уже новая история. Друзья, всем добрый день! Снова Франкфурт. Полетели! Субтитры подогнал «Симон»! Заявлено, что полный привод автоматик, а привода у него нету. Вот так вот иногда бывает. Ехали на полный привод, а по факту на не полный. Бампер торчит. И вот это вот крашеное. Короче, она где-то в попу засаженная была. Вот здесь тоже торчит. Все не на месте. Вот это вот элемент тоже крашеный. Лобовой у него менено, он 20-го года стекло. Ну, такое. Не заявлено. Спереди он причавленный. Бампер у него царапанный, забитый камнями. 156 тысяч пробега у этого автомобиля. Жопа у него вообще ни единой царапины не имеет. Там морда у него вообще вся забитая, забитая. Короче, по факту машина не полноприводная. По факту машина не бита, не крашена изначально. Вопросы у нее по заднему левому крылу, по заднему правому крылу, по заднему левому проему, по задней крышке багажника. И сразу уже начинают доказывать, что машина не выставлена как полный привод, но вовремя сделанный скрин сделал свое дело. Поэтому такая машина в принципе неинтересна. Шагаем дальше. Следующая машина через 250 километров. И плюс еще надо где-то заехать, хотя бы позавтракать. А то уже, грубо говоря, 2 часа дня, а у нас еще все плохо. С Франкфурта приехали под Эрфуд. Бронированный автомобиль выдали предоплату, но по причинам безопасности я не буду показывать, что это за машина. Может быть эпизодически покажу, насколько толстые у нее стекла, но не будет этой машины в видео. Толщина стекла сантиметра, наверное, два с половиной. Ах ты, курва, чекердосик. Скотина, блядь. Намотала пробега и продала. 281 километр. Было в втором месяце 21-го. А нам продает за 199. Это, в общем, пострелял Дипу, карвертикал скука, какой у нее пробег. В принципе, и минус 100 тысяч в Германии, поэтому чурку сейчас можно запросто влупить, если будет свободное время. Можем купим? На досуе можем, да. Попросим, чтобы нам помогли, да. Посмотрим, что у нас с свободным временем будет. Если будет свободное время, то можем поиграться в игру. Купи автомобиль в два раза дешевле, иначе он лишится лицензии. Гул. Думали подшипник изначально, но нет, нифига, это резина. И вот так вот целый день. Ну, как бы если ехать больше ста, то все хорошо, ничего не будет. Ну, вот, 100-110, конечно, гул. Вот поехали чуть быстрее, и гул пропало. Вот ехать 100-110, это просто кошмар. Китайская резина. Позже выйду, покажу, что это за резина. Какую резину точно никогда не надо покупать. Для сравнения, здесь 107, оцинкованная. А тут уже идет 4,2,4,3. 107, 109. Нет! И с этой стороны 270. И вот по шигрене видно даже, что шигрень, песочек. Вот следы. Ну, 74 микрона. Хорошо по стойке. Вот здесь вот по стойке 184, 152, 156. Сзади нормально, там у меня вопросы всего здесь и крышка багажника. Здесь что мы имеем? Здесь у нас 162. А вот если взять чуть-чуть выше, сразу 246. Перепад большой, плюс бампер на месте не стоит. Вообще-то я летел осматривать белую Audi Q7. Но пока мы прилетели, все белые Audi уже были проданы. И в момент ожидания мы посмотрели несколько Мерседесов для нашего другого заказчика. Вот эту вот машину мы взяли в аренду, потому что она стоит в два раза дешевле, чем стоит Торек. Да, Торек дизельный, Торек прикольный, но это машина бензиновая. И даже на больших пробегах мы посчитали, что бензина жрет она больше, но по факту эта машина получится дешевле. А на чем нам передвигаться, честно говоря, просто фиолетово. Планы следующие. В Берлине я бываю не часто, потому что там, ну, откровенно, не очень хорошие автомобили. Но в этот раз путем анализа там порядка 20 автомобилей попадаем начальника, и машина реально хорошая. Ну, по крайней мере, по словам. Немцы редко обманывают, а продает ее именно немец, который покупал ее на сервисе Audi. Поэтому поехали. У нас там практически 500 километров, 470. Хреновая погода очень. Стоим под деревьями, но машина застрахована, пофиг. Все, я полетел. Чуть-чуть ошибся я с расстоянием. Потому что не 450, а 570 километров было с Франкфурта до Берлина проделано пути. Я вообще-то не летел в Германию в слепую. У нас был целый список к осмотру именно белых Audi. Но с учетом того, что мы ничего не зарезервировали по инициативе заказчика, мы прилетели и так случилось, что белые автомобили, те, которые попадали в ценовой сегмент, удачные, назовем его так, они были все проданы, потому как заказчик ничего не зарезервировал. Сказал, окей, мы подождем несколько дней, я оплачиваю. Ну, честно скажу, один день я подождал. Когда ситуация не изменилась, я уже тогда взял инициативу в свои руки и начал искать уже других цветов автомобилей. И появилось несколько серых приоритетных автомобилей. И причем один из них уже был под резервом, назовем это так. Или же правильно, под одобрением кредита немцу для того, чтобы купить тот автомобиль. Вот на таком салоне с коньячной кожей серая Audi ушла. Но осталась та, которая в Германии. А вот он этот автомобильчик. На камерах вообще как-то странно, что стекло не разбитое. Ну, так ровненькое. Посеченные чуть-чуть пары. Чуть-чуть выбито. Но как минимум все в зазорах. Все аккуратно. А целое чего? Слушай, ну блин, нам же не все время мучатся. Я таких секреток никогда не видел. Радиаторы у нас трехи подзабитые камнями. Ну, не сильно, кстати. Не сильно. Разорванная резина, это, наверное, самая меньшая из проблем. Хотя, 295, 35, 21. Она старинка, ее надо менять. Да, она уже потресканная, старая. 107 микрон. 119. 128. 118. Он хоть в курсе, этот немец? Да. А то надо сейчас еще полицию вызовут. Ходят чуваки вокруг машины 112. Ну, в салоне, кстати, не курили. В салоне очень даже прилично, очень классно, очень нормально. 156 тысяч. Не снимали. Здесь нормально. Сейчас с сидениями. Сидения, кстати, не заезжены. Блин, нормальная машина. Очень даже, очень неплохой. 76. 60. Фонарик сломали. Так, это пневмо. Опускать. Так, здесь у нас сабвуфер, противооткаты, клей, компрессор, домкрат, баллонник. И, кстати, не засрано. Очень классно. Здесь нормальненько. Сами сидения сзади. Дети сидели, погрызли чуть-чуть. Ну, в смысле, как погрызли. Кефиром заляпали. Вот чуть-чуть. Слегка, слегка ткань надорвана. Система регулировки дорожного просвета. Сейчас почитаем, может, это все неактивное. 107, 111, 112, 99, 39, 108. Тут, в общем, дождь начинается. Все очень как-то, очень и очень. Машина классная, машина интересная. Без СТО, без осмотра снизу мы оставили за нее предоплату. В общем, все классно. Мне нравится. Пошел я в середину, потому что я уже чуть-чуть даже промок. Хороший знак. Радуга, дождь, купленная машина, гостиница. Поселяемся. Ну и сейчас заглянем на этот автомобиль снизу. Сегодня уже дождя нет. Все сухо. Нигде ничего не течет, нигде ничего не разгряпано. Не поцарапано. Есть время. Я сделаю более глубокий тест. И вот сейчас читаем этот автомобиль. В принципе, какие у него есть ошибки, какие у него есть показатели. Всю историю, которая есть. Могу сказать, что лаунч вытягивает много ошибок. Лаунч, в принципе, для меня заточен в моем осознании. Это штука для того, чтобы быстро, универсально достать какие-то данные, ошибки или еще что-то. А более глубоко это все-таки уже специализированное дилерское оборудование, специализированные программы. Вот. Поэтому сидим, читаем. Кстати, если ее полностью опустить, насколько оно упадет. Сейчас, секундочку. Автомобиль приобретен. Эта машина на ночь здесь останется. А завтра в сутро мы ее будем оформлять. Завтра в сутро получим номера. И поеду я в сторону родной земли. Стание, где я нахожусь, это гостиница. Вот там вот чуть-чуть дальше уже вход. Но весь это комплекс гостиницы. Я так понял, когда здесь нет пандемии, здесь есть какой-то торговый комплекс. И вот такой легкий вид пионеров, детских игрушек. То, что продается. Даже вон какие-то гранаты. Интересно. Очень интересно. Я уже в Берлине видел подобные магазины в прошлом году. Или даже нет. Несколько лет назад. Если найду видео на ссылку, я оставлю. А так. Очень интересно. Ух ты. Какие-то труселя продают. Купальники. Образца 54-го года, если не раньше. И да. Это действительно продают. Правда не сейчас. Но тем не менее. В принципе. Расчет был на то, что сегодня среда. В Берлине уже, грубо говоря, 11 часов дня. Никого нет возле Цулассенга. А он сегодня работает до 4 часов дня. С учетом того, что здесь нет электричества. Здесь он нифига не работает. Расчет был на то, что я беру сейчас номера. Сразу же еду в сторону родной земли. Прохожу. В пятницу заезжаю на таможню, растамаживая автомобиль. В субботу мы его ставим на учет. И хорошо. А теперь получается такой вариант, что неизвестно, будут ли завтра работать вот эти вот товарищи. Починят ли им свет. У меня нет ответа уже на этот вопрос. То есть чисто гипотетически оно должно было быть очень быстро. Ну, казалось бы, Германия, большая страна. Все здесь делают очень быстро. Очень слаженно. А вот нифига. До сих пор света нету. И будет ли он завтра, неизвестно. Поэтому завтра с самого утра с парнями договорился. Они поедут за 180 километров от Берлина в город. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Я его не запомнил. Но я его записал. Нарупин. В город Нарупин. И там будем получать номера для того, чтобы я смог передвигаться. Дальше я еду в сторону родной земли. Но опять-таки на выходные попадает. Блин, просто караул. Там людей будет. Ужас. И в понедельник официальный выходной в Украине. Поэтому машина еще не растаможится в понедельник. Очень старались для того, чтобы сделать быстрый цикл сделки до недели. Но вот здесь вот есть такие обстоятельства, от которых мы не совсем зависим. С паркплаца меня выгнали возле Цуассенштейли приблизительно в половине двенадцатого. Сейчас уже, грубо говоря, так светись. Сейчас, грубо говоря, уже половина пятого. И колеса не спустили. В принципе. Высоко она как стояла, так и стоит. Никаких новых. Кстати, дорожный просвет у нее очень-очень-очень хороший. Пойду уже селиться в гостиницу. Оставлю на высоком. Так особо не померяешь. Ну, в общем, вот дорожный просвет. Сколько здесь сантиметров? Наверное, 12. Только варка. Оставлю этот дорожный просвет таким до утра. Посмотрим, вообще хотя бы чуть-чуть просядет или нет. Ну, я-то знаю, что не просядет. Но мне на видео показать надо. Поэтому по этому событию до завтрашнего утра. Хотел несколько слов сказать о местном гостеприимстве. Вот в Германии, где я бываю, в основном сейчас же завтрак не выдают. А там, где выдают, то выдают такой маленький порционный или еще как-то. Здесь внизу невероятно русскоговорящая девчонка. Вот немцы обычно ложат там слегка, порционно. Ну, вот где бы себя не отделить. Вот не то, чтобы выкроить, а заработать. Вот все норма, все по плану. Дают так, чтобы вот здесь же радикально наоборот. Она выдала столько еды, что я за раз не смог унести. Вот эта вот таблетка, так в Германии поднос называется. Вот на таблетку мне выдали то, что я съем в номере. А внизу еще мне собрали приблизительно вот столько же еды, которая ожидает меня в такой коробочке для того, чтобы вот я сел здесь, в Берлине. И вот уже практически до самой границы ехал без остановки. Меня удивил такой подход и класс. Гостиница в Берлине возле Цулассенга называется Фердинанда, по-моему. Или что-то такое, сейчас посмотрим, есть ли тут нету здесь. Написано, ну, по-моему, Фердинанда называется. Или Фердинанды, или Фердинандо. Как-то так. Подход класс. Утро доброе, дождливое. То, что дождь в дорогу, это очень хорошо. Правда, у меня еще нет номеров. Покажу, что за ночь машина не просела вообще. Как бы у меня сложно сейчас достать блокнот. Мне для этого надо сбегать в номер. Но дорожный просвет еще довольно высокий. Нужно сказать несколько слов о компрессоре. Он в памяти был в ошибке от перегрева. Я понимаю, что когда есть перегрев компрессора, то когда он уже случился, дальше это только вопрос времени, когда он закончится. Я четыре раза поднял, опустил автомобиль. Ошибка не вылазила по компрессору. Звук компрессора обычный, не громкий, не тарахтящий, нормально работающий. Но при этом, через несколько дней, когда я снова в жаркую погоду начал играться, компрессором поднимая, опуская автомобиль, снова вылезла ошибка по перегреву. Но при этом компрессор не издавал истошных звуков. Компрессор работает до сих пор. Иногда он выдает ошибку по перегреву порядка 200 градусов. Но с учетом того, что там используются пластиковые детали, он уже давно споймал клин. Поэтому мы пришли к выводу, что это сломался датчик. Сам датчик температурный. Но он находится в компрессоре, в самом корпусе. И поменять датчик, это все равно, что поменять весь компрессор. Поэтому пока оно работает. Работает оно... Когда прохладно, ошибку не отхватывает. А вот когда теплый воздух плюс 15-16 и выше, он два раза поднял автомобиль и вываливается в ошибку. Пока наблюдаем, ничего страшного не случается. Теперь, что касается цены этого автомобиля. Стоимость этой машины получилась меньше, нежели мы рассчитывали. Нам нужно было вложиться в стоимость автомобиля до 25 тысяч евро. По стоимости нет. Изначально заявленная стоимость этого автомобиля была 22 тысячи евро. Сторговались мы на 21 600. И при этом машина не отрыгнула ни одной новой ошибки. И все оказалось нормально аж до момента выдачи. За исключением вот этого вот момента с датчиком температуры компрессора. Пошел я сдавать ключи, забирать вещи и пойду за номерами. Сейчас за моей спиной остался Суласинг. Там сейчас большая очередь и большая настолько, что там даже полицейских поставили для того, чтобы не было, наверное, беспорядкового или что-то еще такого. Поэтому я не рискнул там снимать, потому что... Ну, что я и так знаю, что это дорого снимать в общественных местах Германии. То есть, грубо говоря, у меня уже есть несколько штрафов по 100 с мелочью евро каждый. Да и поэтому я там не рискнул снимать. Да и плюс мне хотелось бы сегодня все-таки выехать в сторону родной земли. Ориентировочно часа полтора-два. Еще мне ожидать. И будет счастье ожидать. В том формате, что мы не рискнули сегодня в Берлине оформляться. Туда я ходил просто посмотреть очередь. Поехали за 180 километров от Берлина для регистрации. Потому что там большая доля вероятности того, что машин будет зарегистрирована. Я думаю, нужно сделать традиционный утренний холодный пуск этого автомобиля. Перфекто. Вопросов нет. И да, вот она стоит в максимальном положении. Сама пневма. Позвонил мне только что парень, который занимается всей этой деятельностью. И документ уже привезли. Сейчас, грубо говоря, 11 часов. То есть на 2 часа раньше, нежели обещали. Ну и вот теперь мне по дороге без номеров нужно проехать. А нафига я поехал без номеров? Вот я Вася. Можно же было пешком пройти. Единственное, что дождь меня смутил. Ладно, я думаю, что полиции не будет. Или я попробую отбрехаться за эти 150 метров, которые мне нужно проехать по дороге. Впереди, сзади я полиции не вижу. Так что в принципе, в принципе, все должно быть очень хорошо и неплохо. Только вот припарковаться особо негде здесь. Ладно, заезжая на территорию, думаю, у меня ногами бить не будут. Тем более, тем более я сюда приехал за номерами. Новые номера получены. Желтые в этот раз не стали мы. Вот этот ларечек. Кому надо будет в Берлине, говорим по-русски. Парни реально помогают. И не так много за это берут денег. Ну как? Берут. Вот если обычные номера стоят в районе 100 евро. Ну, если объективно где-то в районе 80. Но с учетом того, чтобы сделать это все без очереди. Ну, грубо говоря, за один день, а не за две недели, как это здесь может быть. Они берут в районе 100 евро. 190 где-то так. Но при этом они два раза ездили в другой город. И, в общем-то, выдали даже на два часа раньше, нежели обещали. Все, вешаю номера сейчас на машину. И буду брать курс в сторону родной земли. Вдул полный бак. Ехать мне 840 километров до границы. Полный бак залит. Я в пути. Пошел дождь со снегом. И температура упала до 3 градусов. Вот на лобовом стекле можно увидеть, что идет дождь со снегом. Беда в том, что я на летней резине. Ну, ничего страшного. Аккуратненько, тихо, спокойно. И я думаю, мы доедем. Это, как говорится, лучше в 6 дома, чем в полшестого в морге. Поэтому тихо, не спеша. На выходные мы все равно залипаем. Ну, мы в смысле, я и сопереживающиеся со мной заказчики. Потому что я постоянно в онлайне. Я скидываю постоянно какие-то фотографии. Я показываю открыто геоточку, где я нахожусь. И в таком случае люди сразу же видят, кто где находится. И лишних вопросов не задают. Им интересно смотреть по карте. Я, кстати, не думал, что такое может быть. Но людям действительно интересно смотреть по карте, где передвигается их автомобиль. То есть они это все видят в реальном времени. Фича интересная, прикольная. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Свершилось чудо. Заезжаю на таможню. Сейчас посмотрим, насколько быстро мы ее пройдем. Пока все очень, так можно сказать, радужно что ли. А сейчас будем делать первый запуск. Сейчас посмотрим на уровень масла перед запуском. Потому как может он ушел, может нет. Нет, как был полный практически, так и есть. Странно, хотя бы чуть-чуть масло в этих автомобилях уходит. Здесь же оно не ушло совсем. Ладно. Первый запуск. Самому интересно. Какой-то то ли затык, то ли не затык. Может показалось. Не, надо послушать на видео. Так, в общем-то, очень даже и прилично. Ну, я сейчас на завтрак, а лишь только потом я поеду. Я зашел в машину поставить рюкзачок. Пошел опить кофе. Утреннюю булочку. Какой-нибудь супчик. Ай, супчик на родной земле. Так, все, я пошел. За последние сутки насобирал вот столько чеков. У нас, кстати, часто говорят, что доставка у нас дорога. Ребят, мы просчитываем максимум, который может быть. То есть, гарантированно, дороже того, что мы говорим изначально, машина не встанет. По факту она получается всегда дешевле. Почему? Потому что вот собирается куча чеков, потом это все подбивается и всегда получается дешевле. В редких случаях, когда я застрею недели на две, вот тогда могут быть нюансы. Или же, допустим, когда поездка, например, по нескольким странам должна быть. Вот тогда это может быть слегка выше бюджета. А так, в основном, нифига. Как-то проскакивали вопросы, а какую музыку я слушаю. Ребят, я музыку слушаю абсолютно разную. От нынешней современности до классики. И, поверьте, бывает очень по-разному. Вот сейчас у меня на плейлисте... Остановлю, потому что запанят за авторские права. На Дин Аудио... Дин Аудио... Что-то я, наверное, уже по Вольво соскучился. На базе играет очень неплохо, хотя есть машины, где это звучит слегка лучше. Тут небольшая глубина баса, но по сравнению со стоковыми, акустическими системами, тут еще все очень хорошо. Не Дин Аудио, но базе рулит. По крайней мере, вот в этой комплектации неплохо. Неплохо. Слушаю дальше. Хотел сказать несколько слов о резине. То есть то, что она уже здесь мрачная, это было видно изначально. Но вот тут появилось такое классное аквапланирование. Имеется в виду легкая, тонкая лужа. Заезжаешь на нее и машину сносит. Особенно чувствуется в повороте. Я не смогу передать это ощущение на камеру. Это нужно быть присутствующим в автомобиле. Вот этот вот автомобиль один из немногих. Где вот эту штуку не нужно оставлять в гараже. Потому как она здесь свободно по ширине ложится. В моем автомобиле, например, эта штука не ложится. И ее надо где-то оставлять. Хотя это реальный геморрой. А вот здесь вот очень прикольно. И еще из плюсов. Вот эти вот сидения. Задний диван. Он вот такой ровненький. Спокойно можно сесть. Спокойно можно лечь. Можно все что угодно. И это удобно. Детеныш у меня лазил, уже заценил. Скажу наперед, что здесь, в Киеве, мы загнали дополнительно этот автомобиль на СТО для выявления, что же все-таки с компрессором. И в принципе детально осмотр автомобиля. Но я понимаю, что такое видео смотрят далеко не все. Техничка интересна не всем по этому. О Ауди будет отдельный выпуск по технической части, по стоимости некоторых элементов. В частности, по самому компрессору. И там будут ответы на вопросы, насколько в плохом техническом состоянии или же насколько в хорошем техническом состоянии оказался этот автомобиль. Но об этом будет отдельный выпуск специально для любителей технической части. Я понял, почему на этот Ауди я раньше не обращал внимания. Я их большинство пригнал, те, которые свежие, те, которые следующей генерации. А на этих я ездил, но как-то не придавал значения. А вот когда прыгаешь из машины в машину, то вот этот вот контраст, он ощущается сразу. Не знаю почему, но на вот этом автомобиле ехать более, ну у меня такое ощущение, безопасно, нежели на следующем. То ли из-за того, что следующий он немножко меньше габаритом, то ли у него обтекаемость другая, то ли еще что-то. Но вот эта машина, она такая, как слон массивная, интересная. Да, было бы ей немножко. Вот 4.2 в таком кузове, это была бы вообще вот такая бомба. Но здесь трехлитровый ему хватает, но я как парень, разбалованный большими объемами, я бы все-таки выбрал, наверное, для себя 4.2. Возможно, у меня будет такая машина с объемом 4.2 турбодизель, но это уже будет потом. А пока, пока, вот этот вот автомобиль, он действительно очень неплох в управлении, в эксплуатации. Я ничего не могу сказать плохого. Ну, а сейчас, наверное, спать, потому что завтра, завтра раненько вставать, и завтра надо дальше оформлять этого кабана или же этого слона. А для сравнения, вот если посмотреть по высоте этих автомобилей, я не могу сказать, что Audi выше, хотя по зеркалам выше, по дверям выше. Но стекла больше в Вольве, поэтому как-то так. В Вольве поднимаешь капот, и там пространство, руку засунуть практически некуда. Открываешь Audi, то под капотом Audi еще не знаю, там стадо котов сядет и будет спокойно кушать себе чего-то там на этот. Поэтому спорный вопрос, это два приблизительно одинаковых автомобиля, хотя Audi кажется такой более массивным. Ну и размер лаптей у Audi немножко больше, 295-е. Хотя, я думаю, туда тоже можно засунуть резину пошире, но тогда уже надо будут другие диски, те, которые полка шире. Можно поизвращаться, но это будет другая история. А, и еще один плюс, тут пневмо, а там пневмы все-таки нет. Ну и цена, соответственно, в два раза. Несмотря на то, что машина практически, а нет, они не одинакового года. Это 2013-го года, а это машина 2007-го года. Но даже если вот эту взять 2014-го года, то по стоимости она будет стоить... А, они будут стоить по стоимости одинаковые, она все равно будет без пневмы. Это с пневмой. И, кстати, с рабочей пневмой мы сегодня загоняли на СТО. Ну, я думаю, это уже либо в видео в построении, либо же будет, либо же уже скорее всего было. То вот здесь никто ничего не отнимал. Здесь пневма не разбиралась никогда. Клапана здесь отрабатывают. Единственный момент был, это в блоке клапанов на самом редукторе. Там фиолетовый провод был такой, ну, под раскрученный. Компрессор, если раньше перегревался с первого подъема, то сейчас уже с пятого подъема он уже падает в перегрев. Ну, когда уже нагрелась поршневая группа, то понятно. Рано или поздно этому компрессору придут вафли, и все, и он поломается. А пока, пока он работает, пока он отрабатывает. И кто еще знает, сколько он будет отрабатывать. Ладно, пошел отдыхать, потому что триндеть можно до утра. Я в этот раз решил растаможиться в Улудске. Если бы я попал туда в пятницу, очереди на тот момент там не было. Из нагруженных таможенных пунктов он был самый ненагруженный. Ну, с учетом того, что в Берлине мне выдали номера, ну, получилось взять номера на сутки позже. Получается, я попал на государственные праздники. И в Улудский терминал набилось такое количество автомобилей, что когда он был полностью загружен, еще очередь таким кракозябликом стояла вокруг таможни. Люди просто не могли туда заехать. И это все потому, что я туда просто банально опоздал. И растаможка мне получилась вместо того, чтобы быстрее всего. Я там задержался на двое суток. Улудская региональная таможня. Вот, в принципе, весь паркинг, который он есть, весь забит. Вот люди, когда заезжают... Это самая крайняя парковка, самая дальняя, куда мы заехали, где было место. Люди заезжают, тыкаются, мыкаются, остановятся на проездах, их ругают, они выезжают. В общем, вся, абсолютно вся парковка на Улудской региональной таможне просто забита. Вот так вот. Несколько выходных праздников, и таможня просто ломается, не справляется, сыплется. А это еще такая здоровенная очередь на въезд. А на въезд не пускают, потому что мест свободных нет. Ну, в общем, такое не очень веселое раздолье. Не очень веселая задача растамаживать автомобиль в Украине после праздников. Говорят, у людей денег нет. Надо, наверное, снимать автомобили, которые заезжают. Вот он поехал. Ну, и теперь ждем, пока он найдет свободное место. Чего-то я протупил, сидим полдня, все равно заняться нечем. Поехал, развернулся, и вот теперь заехал в самый тупик. Покатался, посмотрел, ничего не нашел. Сейчас, может быть, еще повернет направо, по традиции, как обычно. И нифига. И уезжает пытать счастье дальше по кругу. И вот так вот некоторые заезжают по нескольку раз. Ладно, ждем следующего. Залез я на заднее сидение, не успел до телефона дотянуться. Сейчас еще один заехал, и он уже понял, что дело пахнет писюном. И разворачивается сейчас. Вот товарищ на опере. А он, кстати, уже не первый раз заезжает сюда. И теперь еще традиционно направо. Хотя нет, он уже здесь был. Вряд ли он пойдет направо. Но на выезд как минимум поедет. Хопочки. Красавчик. Да, он там уже был. Он там уже делать ему нечего особо. И вперед. Как-то так. О! Он тут вообще перегородит. Додумался. Сейчас остановится на дороге, на перегородить все. Ну, один уже нашелся такой, который перегородил. Сейчас кто-то увидит, что будет новая дорога. И нет. Он, наверное, постыдился. То ли здравый смысл победил, то ли он увидел, что я снимаю. Но как-то так. Ладно. Ловим дальше на живца. Вот уже и приблизилось время обеда. Благо тут кофейня есть. Кстати, среди таможен разных. Кафешка тут уютная. Еда здесь, наверное, прикольная. Сейчас посмотрим. Ну, вот как-то так сильно не торопятся. Я, кстати, с местными пообщался. Говорю, я тут с 8 утра. Ну, они мне узнали и говорят, слушай, так, а что ты сюда приехал так рано? Тут в 12 надо приезжать. Тут раньше в 12 таможенники не приходят на работу. И я просто охреневший. У меня это улыбнила ситуация. Пообедали. Ситуация с автомобилями не ухудшилась, только улучшилась. Или наоборот. Теперь машины стали завозить тралами. Вот такая штука здоровенная едет, полностью вооруженная. Вот такая вот ситуация на таможне. Ладно, идем в машину. Еще один заблудший. Где-то он ездил, ездил и приехал. Хопачки, медлячок. Сорян, пацан, все занят. Так, окей, смотрим дальше. Ой, 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 где он, где он, поехал, поехал. Где он там, где он там, где он там. Ждем, пока вернется. И, в общем-то, в принципе, и точно так же уехали. Я, честно говоря, думал, после обеда никого не будет. Но что-то как-то вот бродят, бродят, ездят, пытаются найти счастье, место. А еще раз акцентирую внимание, это самая дальняя парковка. То есть тут я несколько раз был на этой таможне, но то, что здесь есть эта парковка, я и не знал. Не успел еще одного заснять. Заехал, уехал, засмотрелись. Фильм, сериал такой классный, интересный. И прощелкали машину, как тут катался. Часть автомобилей уже разъехалась, но многое еще и осталось. Сейчас посмотрим, сколько уехало с нашей площадки. Почти все разъехались, никого нету. Значит, у нас скоро будет выпускать. Субтитры сделал DimaTorzok Парень, который заказал этот автомобиль, до этого он ездил на Chevrolet Lachete. Конечно, что сев после седана на кроссовер, тем более, который имеет традиционно несколько выше посадку, нежели большинство кроссоверов, оказался очень под большим впечатлением от размера этого автомобиля. Но пока мы доехали от ровно до Киева, он уже вел себя за этим автомобилем так, как будто бы он всю жизнь ездил на Audi, он уже знал, где какие кнопочки. Он уже понимал габариты автомобиля. Это я к чему? Это я к тому, что к хорошему быстро привыкаешь. Audi Q7 действительно очень неплохой автомобиль. Торжественно вручаю. Спасибо. Моя вас поздравлять. Спасибо большое вам огромное. Не хай катается. Спасибо. Все, супер. Спасибо вам огромное. Все, летите. Спасибо. Спасибо вам огромное. Такого автомобиля, технической части, содержания и вообще во сколько выливается иметь такой автомобиль. Или же ответить на вопрос, не будет ли автомобиль иметь вас. Следующая часть будет именно техническая. И там вы получите ответы на все эти вопросы. Компания супер. Ребята, довольны я от начала до конца. Два дня даже присутствовал с Николаем на растаможке, так сказать. И после праздников получилось так слегка тяжело. Прошел я чуть-чуть так этого пути. Ребята, молодцы. Рекомендую всем. Моя ласточка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот такая вот была очередная история, которая закончилась не так быстро, как там хотелось бы. Но, тем не менее, она закончилась хорошо и без каких-либо дополнительных приключений. Часто люди спрашивают, а почему ты показываешь один только геморрой, не показываешь каких-то там хороших, интересных историй, которые действительно положительны. Ребята, это очень просто. Их просто никто не смотрит. Трешняк закончился, хотя нет, не закончился. Есть еще на самом деле там моменты, кстати, о птичках. Скоро будет видео о том, как мои парни выбрали биток под предлогом не бит, не крашен. Вернее, как, с подкрасом, но не разбитая. По факту она была разбитая. Но это будет отдельная история о том, как мы попались. Сейчас вам большое спасибо за то, что засмотрели это видео до конца. Всем удачи на дороге. Всем пока-пока. Субтитры подогнали Симон.